Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем разбираться с целями и сегодня о следующем уровне, можно сказать уже об экспертном уровне, о настройке событий. Как я уже сказал, события это все, что может произойти на сайте, а значит все, что мы рассмотрели в предыдущем видео, также можно настроить через события. Просто те, кому достаточно предустановленных целей, могут этот урок не смотреть, хотя конечно я это настоятельно советую. События настраиваются через Google Tag Manager и для тех, кто пропустил или забыл, у меня есть скринкаст о том, как его установить и как с ним работать. Даже два. Ссылки оставлю в описании. Создаем тег, мы будем отслеживать скроллинг, выбираем тип Google Аналитика, здесь события и категория и действия. Это для вас, нет каких-то правил в написании, но понятно, что вы должны понимать, какая категория и какое действие про что. Потом покажу, где они отображаются. Сюда можно вставлять динамические показатели, но это уже продвинутый уровень и мы такие тонкости рассматривать здесь не будем. Ярлык и значение не обязательно, настройки Google Analytics по умолчанию и все. Теперь добавляем триггер. Это условие, при котором тег срабатывает. Спусковой крючок, что называется. Название триггера и вот он. Тот веер возможностей, который открывают вам события. В скринкасте у меня рассмотрена ссылка, а здесь мы выберем глубину прокрутки. Нас интересует вертикальная и дальше в процентах нужно указать, при каком значении сработает триггер. Тут тоже есть о чем рассказать, но тоже ограничимся просто назначением 100%. Ну то есть доскроллили до самого-самого низа, триггер сработал. Хотя нет, пусть будет 90. Там еще подвал. Далее момент загрузки. Ну скажем, когда загрузился контейнер. И все страницы. Можно кстати какие-то выборочные. Как всегда, условий много. Можно отслеживать, скажем, только страницы из какой-нибудь категории или вообще только одну страницу. Давайте выберем какую-нибудь. Вот эту, например. Просто чтобы показать, как это делается. Нам нужно... Ладно, давайте предположим, что это категория и в ней есть еще страницы. Все-таки это более востребовано. А значит нам нужно начинается с... То есть все страницы в этой категории будут срабатывать при доскролле. Ну или все-таки равно. Тогда будет срабатывать только эта страница. Все. А, нет, не все. А, проценты тут лишние. Все, триггер есть. Меняйте название, если что-то поменяли. Потом не поймете какой тег про что. Тег есть и его надо проверить. Очень удобная штука. Работает, по-моему, только в Google Chrome. Предварительный просмотр. А вот так. Тут все теги. Тут те, что сработали. А тут те, что нет. И мы видим, что скролл главный не сработал. Ошибок тут нет, просто мы ее не скроллили. А вот так. И мы видим, что тег перешел в раздел сработавших. То есть все отлично. Но в аналитике у нас этой цели нет. Пока мы настроили только тег на сайте, сейчас пойдем настраивать цель. А для этого сначала нужно опубликовать тег. Точнее, опубликовать изменения. Теперь идем в панель администратора. В цели. Путь уже вам знаком. И добавим. Нет, не будем. Тут у меня есть цель, на которой я тестировал. Я говорил, лучше не заводить всякий раз новые цели, а редактировать старые. Если вы знаете, что цель устарела. Завести их можно только 20, а удалить невозможно. Тут, я думаю, понятно, при заведении новой цели вы выбираете события, и дальше все аналогично редактированию. И далее у нас просят указать категорию, действия и так далее. Я думаю, внимательные зрители помнят, что категория и действия уже фигурировали в нашем сегодняшнем видео. Сейчас тут заполнено, потому что я заполнял это ранее. У вас тут будет пустота, а вбить сюда нужно категорию и действия из триггеров. То, что вы сами придумали в тег-менеджере. Если вдруг забыли, можно зайти в тег и посмотреть, что вы там написали. Я написал там в первый раз то же самое, что и во второй. Один в один. В общем копируете отсюда, вставляете сюда. И все. Сохраняем цель. И теперь при срабатывании цели она появится в обзоре. Вот здесь. Но не сразу. Если хотите убедиться, что настроили все верно, можно доскролить и посмотреть отчет в реальном времени. Информация о сработавшей цели должна появиться здесь. Категория скролл, действия 100%. Все. На этом с целями мы заканчиваем. Я надеюсь определиться с выбором целей вам не составит труда. Ну давайте позвоним Алексею и попросим описать самые распространенные. Алексей, вот такой вопрос у меня возник. Опиши, пожалуйста, но только очень быстро самые часто встречающиеся цели. Какие я, как правило, цели использую? Ну смотри, Вов. Я, как правило, использую те цели, исходя из тех целевых действий, которые я ожидаю от пользователя. И это может быть завершение транзакции, например, отправка сообщения через форму отправки сообщения или завершение пожертвования. Я могу использовать здесь, наверное, либо приход на определенную страницу, либо совершение определенного действия, которое запускает сайт, если пользователь что-то делает. И это, наверное, основное. Второе. Я могу быть заинтересован в том, что... И, как правило, я это использую. Да, меня, например, интересует, как люди будут кликать на определенные кнопки. И в этом смысле я... Меня это тоже очень-очень сильно интересует. И поэтому я, например, создаю события, да, по клику на кнопки, чтобы понять вообще, что там происходит, какая... Какой процент людей, пришедших из, например, Facebook или Вконтакте, будут кликать на одну и ту же кнопку. Вот. И как это изменится, если я покрашу кнопку в другой цвет? Вот. Но, помимо этого, мы, например, на сайте Теплицы используем процент до скролла, о котором, я знаю, ты уже либо рассказал, либо расскажешь.